МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы сейчас находимся на кольце Калинина. Отсюда как раз-таки открывается очень хороший вид перекрытого участка дороги. И вот можно заметить, что здесь никаких автомобильных заторов серьезных нет, пробок тоже нет. Но вот тем не менее регулировщики до сих пор здесь регулируют движение, объясняют водителям, куда и в каком направлении им нужно двигаться. К слову сказать, по нашим наблюдениям, вот новый светофор, который установили, водители вообще не замечают. И они выезжают на кольцо, думают, что это главная дорога. И перед тем, как загорается красный свет, инспекторам ДПС приходится всегда резко останавливать автомобили. И вот это, возможно, когда-нибудь может, не дай бог, конечно, привести к какому-то ДТП. Но мы сегодня пообщались с водителями, которые тоже ехали по этому участку дороги. Давайте посмотрим их комментарии. Смошедший дом, честно говоря. Вот сейчас как-то надо на солнце попасть, вообще не понимаю. Никакой развязки не показано. Да вот не можем разобраться. Не подскажете? Знаки есть, светофоры есть. Так вот мы не местные, вот в чем дело. Бардак будет, пока не привыкнут. Тем более приезжие. Мы вот приезжие, мы не красноярцы, а с Лиссибирска. То есть поэтому первый раз здесь или как? Да, сегодня первый раз. Я вообще удивился, когда вот это кольцо закрыли. Пробки будут вообще ужасные. Так что будет сложно ездить. И так сложно ездить, сейчас еще будет сложнее. Новый проезд теперь. Разобрались вообще? Нет, без понятия тут. Ну что вы думаете по поводу перекрытия? Ну, надо было открывать его, закрывать, вернее, по осени или как. На лето, дачи, сезон. Это неправильно они сделали. Ну вот по комментариям очевидно то, что совершенно автомобилисты не понимают, как объезжать этот участок дороги. Ну, рядом сейчас со мной находится руководитель Федерации автомобилистов Красноярского края Павел Стабров. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Вы сегодня здесь уже ехали. Сразу удалось разобраться с новой схемой движения? Я сегодня на самом деле ехал не на этом участке дороги, а по тому кольцу, то есть со стороны Солонцов, прямо на Брянскую. И в принципе там никаких проблем не было. Связано это было с тем, что ехал я на самом деле полдвенадцатого примерно. Я не рискнул ехать в первый день прямо утром. Попробую сделать это завтрак в девяти часам утра, посмотрим, что будет. Но вот тем не менее водители сегодня здесь стояли в пробках утром. Как вы думаете, вот вроде установлены дополнительные знаки, светофоры, регулировщики. Почему водителям непонятна эта схема? Во-первых, потому что водители не подготовились как следует к этому. Во-вторых, отсутствует схема объездов на въездах на эти участки. То есть знаковая информация есть, но, как правило, у нас в городе все ездят скорее по привычке, по наитию, как удобнее, а не по знакам. Я думаю, что вечерняя ситуация здесь больших нареканий пока что не вызывает в связи с зимним сокращенным трафиком, который наблюдается у нас в последний месяц. Что будет летом происходить, мы пока что не знаем, потому что там схема движения достаточно другая, по-другому формируется транспортный поток. Пока что вечерняя схема, она не проблемная, за исключением вот этих участков, как здесь светофор. Он немного странный, водители влетают на кольцо, и сотрудникам приходится буквально каждый цикл светофора их останавливать. Спасибо, у нас очень ограниченное время, к сожалению. А я напомню, что этот участок дороги будет у нас закрыт до 1 сентября, по крайней мере, так обещано в департаменте городского хозяйства. Я прошу прощения за временные технические неполадки, мы продолжаем выпуск. В поселке Зыково, Березовского района, при пожаре погибло 4 человека, 3-летний ребенок и его мать. Об этом сообщают в краевой полиции. Возгорание произошло в деревянном жилом доме, пожар полностью потушили за полчаса, однако дом выгорел полностью. Сейчас оперативники выясняют причину возгорания. Вместо одной остановки целых две. Жители улицы Мичурина рассказывают, остановка Волгоградская всегда была удобной для пассажиров. Предприниматели, которые торгуют там, давно установили большой и комфортный остановочный павильон. Правда, сейчас его планируют убрать. А вместо его установили новый, но далеко не такой вместительный и удобный. Люди спрашивают, для чего понадобилось монтировать второй павильон, если и тот еще долго прослужит. А я напомню, что не так давно новости ТВК уже рассказывали про подобную ситуацию на улице 60 лет октября. После этого чиновники пообещали разобраться в ситуации. Но я напоминаю, что для вас работает наш смс-сервис, номер прежний, 90-20, в начале ТВК. Далее пробелы и текст вашего сообщения, ну а мы продолжаем выпуск. Новые дорожные знаки и светофоры сегодня утром не помогли красноярцам разобраться, как теперь объезжает мост через Качу. На участке, который закрыли на ремонт сегодня ночью, в утренний час пик образовался серьезный затор. Люди двигались по улицам Майорчака и Калинина по привычной схеме. Но чтобы выехать с развязки, теперь необходимо совершать дополнительные маневры. Это связано с тем, что улица Майорчака от проспекта Котельникова до кольца Калинина стала односторонней. На этом участке пути появились предупреждающие знаки и светофоры. Далее Майорчака уже идет с двусторонним движением до проезда мимо тюрьмы. Еще один светофор установлен при въезде на Брянскую. Все утро на развязке дежурило шесть нарядов полка ДПС. Но из-за нарушения водители не штрафовали, а объясняли схему проезда. Однако уже завтра невнимательных автомобилистов могут привлечь к ответственности. Дорожная обстановка, что у нас все водители, все участники дорожного движения привыкли ездить по старой схеме. То есть те, кому надо в центр, они не пользуются альтернативной дорогой. Это у нас улица Майорчака, которая идет от проспекта Котельникова. Все продолжают ехать по проспекту Котельникова с выездом на Кольцо Брянска, 2 Брянска. Поэтому здесь рекомендуем, конечно, все-таки воспользоваться, потому что на дорогу у нас получается перегруженный, дорогая абсолютно пустая. Хотелось бы обратиться к водителям, все-таки быть повнимательнее. И если мы будем все соблюдать схему объезда данного участка, у нас не получится никаких заторовых ситуаций ни утром, ни днем, ни вечером. В Краснерске готовятся к введению пятидневной учебной недели. В очередной серии проекта проверка на ТВК расскажем, чем отличился травмпункт на Джамбульской. Хоккеисты Краснерского Енисея вышли в полуфинал чемпионата России. Это ночные новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. И у красноярских родителей и учеников осталось три месяца, чтобы определиться с пятидневкой в школах. Об этом сегодня рассказал руководитель главного управления образования Алексей Хромцов. Времени осталось не так много, чтобы успеть сформировать программу на следующий учебный год. Для этого необходимо написать заявление, где следует указать причину, почему вы хотите, чтобы ваш ребенок ходил в школу только пять дней в неделю. И тогда с нового учебного года школьник будет переведен на новый график обучения. Те, кто выберут пятидневку, будут обучаться по базовой программе. В субботу будут проходить так называемые факультативы или дополнительные занятия секции. А, например, старшеклассники смогут выбрать для себя индивидуальные учебные планы. Некоторые школы уже обучаются по таким. Если мы говорим об пятидневке или шестидневке, опять же, уверяю вас, сокращение учителей не будет. Потому что у нас, кроме, опять же, обязательных дисциплин, школы предусматривают еще и дополнительные учебные занятия, либо дополнительные учебные модули. Поэтому возможности есть. Однако далеко не все специалисты разделяют эту точку зрения. Например, в эфире программы «После новостей» 16 февраля председатель профсоюза учителей Людмила Косарынцева заметила, что сокращение учебной недели скажется на педагогах. Я думаю, что родители поймут, за что они проголосовали чуть позже. Потому что, чтобы уложиться в пять дней, нужно менять учебную программу. Естественно, она будет сокращена. По всей видимости, не будет школьного компонента, не будет регионального компонента. Останется только государственная программа. Хорошо это или плохо? Я думаю, что это плохо. Нагружать детей, даже старшеклассников при этом, будет достаточно проблематично. Естественно, это повлечет за собой и сокращение штата. Но без этого просто никак нельзя. Если будут сокращаться программы, то часть педагогов будет просто не нужны. И что? И куда они тогда? На улицу. О сокращении в бюджетной сфере накануне говорила и Наталья Зубаревич, российский эксперт в области социально-экономического развития регионов. Вот у вас две трети расходов на социалку. Зарплату вы должны повышать. Что делает регион? То, что происходит сокращение числа больниц, школ, рубка мест в бюджетном секторе. Да, зарплату мы повысили. Только в кризис число уволенных из бюджетного сектора стремительно растет. В прошлый кризис девятого года, в девяносто девятом восьмом, он был тихой гаванью, куда люди в период кризиса как-то перетекали. Может не очень хорошо, у нас действительно очень высокая занятость, тяжело бюджету. Но в кризис рубить, то есть на рынке будет проседать, пока еще нет, не пугайтесь. Изменения занятости, скорее всего, будут сдвинуты на вторую половину пятнадцатого года. Директор детского дома, воспитанник которого, бывший воспитанник, оказался на улице, наказание не понесет. Напомню, 26 февраля в новостях ТВК вышел сюжет о 18-летнем юноше Викторе Туглакове, который после выпуска из детского дома остался без крыши над головой и жил в холодильнике. После общения с директором этого детдома выяснилось, что он знает, как сложилась судьба его воспитанника. Но помочь парню вызвался не он, а случайная прохожая, которая и определила молодого человека в Центр соцобслуживания. Сам же директор довольно резко отозвался о сложившейся ситуации. Министерство образования новостям ТВК пояснили, что нарушения закона со стороны руководителя не было. Дети находятся в специальных учреждениях до 18 лет. Иногда дольше, но это в исключительных случаях. После этого они становятся в очередь для получения жилья, как и было с этим детдомовцем. А вот что касается неэтичного поведения в общении с корреспондентом новостей ТВК, то меры будут приняты уже в скором времени. И в преддверии 8 марта председатель заксобрания Александр Ус выслушал, какие вопросы волнуют красноярских женщин. Среди них представительницы совета ветеранов, школ, театров, библиотек. Красноярские подняли самые актуальные темы для многих жителей города. Капитальный ремонт, льготы для детей, для детей войны и другие вопросы. К слову, личный прием Александр Ус проводит не первый раз. По окончанию этой встречи собравшиеся определились с датой нового неформального заседания. Я воспользовался паузой, которая у нас после сессии до других важных дел, для того, чтобы поздравить самых лучших, самых обаятельных женщин моего округа, как железнодорожного, так и октябрьского района, так и центрального. Ну и, конечно, поговорить о делах. Ну а депутаты горсовета не оставляют попытки сохранить в городе прямые выборы мэра. Сегодня они рассмотрели проект об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления в Красноярске. Что намерены сделать народные избранники, расскажем в следующем сюжете. Все-таки выйти с законодательной инициативой для того, чтобы выборы в городе Красноярске были прямыми, тайными, всеобщими. Выбирать мэра должен народ. Эту позицию депутаты горсовета не меняют, несмотря на принятие депутатами Краевого парламента нового закона, проект которого внес губернатор. Согласно документу, избирать глав муниципалитета из кандидатов от конкурсной комиссии будет представительный орган. Сегодня на заседании народные избранники рассмотрели проект, который подразумевает в Красноярске именно прямые выборы. Для этого депутаты намерены выступить с инициативой перед краевыми коллегами с просьбой внести изменения в Краевой закон. Я предполагаю, но мы это еще обсудим внимательнее на нашей рабочей группе, что мы должны будем выкинуть с инициативы законодательного собрания, внести в эту статью, условно говоря, шестой пункт, в котором будет написано, например, о муниципальном образовании численностью более 500 человек, к примеру, выборы главы проводятся путем прямого голосования. У нас этот вопрос до 2017 года еще не столь актуален, как для тех муниципальных образований. Но я все-таки же надеюсь, что депутат ЗАГС собрания, губернатор услышит наши аргументы. Данный проект городских депутатов пока только на стадии обсуждения и требует значительной доработки. Так или иначе, настрой борцов за всеобщие выборы не изменен. Вот нынешний состав, да, он позицию не поменяет. И вот мои слова благодарности моим коллегам, потому что у них есть позиция. У них есть позиция, и они не боятся свою позицию высказывать. Я абсолютно уверен, что позиция большинства жителей такая же, но я в этом не сомневаюсь. Другое дело, что очень сложно порой как бы быть в меньшинстве, очень сложно свою публичную позицию высказывать. После того, как городские депутаты разработают предложение об изменении краевого закона, они еще раз обсудят его в рамках постоянной комиссии. Затем потребуется рассмотреть вопрос на сессии городского совета, а уже потом обратятся в законодательное собрание. Процесс это непростой, но и торопиться депутатам некуда. Полномочия нынешнего главы города истекают еще не скоро. Ангелина Селина, Станислав Салтыков, Новости ТВК. Пожарные гидранты прячут, чтобы их не воровали пациенты. Бахилы продают, хотя по закону их должны предоставлять бесплатно. А врачи, со слов травмированных, предлагают долечиваться в платных клиниках. Все это о травпункте Наджамбульской. Юлия Мавшович туда приехала по просьбе наших телезрителей. Подробности далее. Мы приехали в травмпункт Наджамбульскую. Его открыли после ремонта буквально месяц назад. На ремонт потратили 3 миллиона рублей. И наши зрители попросили приехать сюда посмотреть, что же сделано на эти деньги. Потому что каких-то явных перемен наши зрители не увидели. Вы с какой целью пришли? Мне скажите. Мы приехали сюда снимать проверку. Проверку чего, кого, кем и полномочия. Я прихожу и не могу разобраться, куда мне попасть. Кроме того, что мне сказали здесь платные бахилы, мне пока ничего не сказали. Платных бахилов у нас никаких нет. Нет никаких платных бахилов? А, администрация продает. Продает бахилы? Сколько стоит? 5 рублей. Профиль пас. Вот так вот лучшая получается. Вот так, вот так, пожалуйста. Пожалуйста, проходите. У нас прошел здесь косметический ремонт. Говорят, ремонт сделали, да? Ремонт. Видите, все чисто, все хорошо. Работает вентиляция? Конечно. Вы даже не слышите, как она гудит у нас. Давно сидите на рентген? Нет, минут 5. Минут 5 сидите на рентген. Вы тоже минут 5? 15. Вы 15 минут. А вы сколько минут на рентген сидите? Да уже получится, пока перерыв был. Если бы аппарат нормальный поставили, очереди бы такой не было. Аппарат старый, да, стоит? Я на правом берегу ставил, здесь пока ремонт был. 10 минут, 15. Вот как вот так вот, тоже объясните мне, делают ремонт, что... Все вопросы, они ко мне. Единственное, что здесь хотя бы грамотно сделали, это какие-то съезды. А тут у нас полная антисанитария. А то, что там происходит, это такое, знаете, приглашение к столу тараканов и крыс. Видите, помоечка стоит, там не обращали внимания? Вот это же не наше дело, или убирать-то? Ну, не ваше дело, но ваше дело куда-нибудь сообщить, например. Меня в поликлинике направили сюда, и вот сижу, но хотели отказать, что телефона якобы не указали. А я с больными ногами, оперированные ноги, протест ноги, кое-как дошла, но вроде с милости велись. Вы думаете, это так... Работа хирургическая очень легкая, что и массовые драки, и все, что хотите. Это не отложка. Вот Владимиру Ильичу пистолет наставили, в голову хотели застрелить его. Но у вас же здесь есть охрана. Есть охрана. Может быть, ее просто нужно усилить? Может быть, и может, ее нужно будет усилить. Но это все вне нашей компетенции. А здесь работает вентиляция? Конечно, работает. Как-то душновато, мне кажется. Нет? Пишут тут про вас, что отправляете вы в частную клинику, где, собственно, и работаете. Пациентов, которым нужно пройти, например, курс реабилитации. Я не направляю, а могу рекомендовать. А зачем рекомендовать такие вещи? Я должен предоставлять альтернативную информацию. Я так считаю. А мне кажется, вы должны предоставлять бесплатные медицинские услуги. Да, мы предоставляем, конечно же. Мы направляем в поликлиники. Вот вы, как заведующий... Что? Скажите, имеет ли право ваши врачи... Он ничего противозаконного не делает, абсолютно. Ну, он в конце коридора, я видела, там один-единственный. Ну, здесь-то он по логике вещей тоже должен быть. Ну, эти убрать, потому что их украдут сразу же. Да что ж ты будешь делать? Потому что мы уже устали. А куда убрали, если не секрет? С трехозяйки они лежат, доступны на месте. Здесь вот шланг, а здесь вот баллон должен быть. А он где? А их взяли на проверку и забрали. На проверку взяли и забрали. В трехпункте на Джамбульской не то, чтобы нет мыла, здесь даже раковины нет. Стекла нет, туалетной бумаги нет. За определенное количество лет уже можно было привыкнуть к определенному контингенту травпунктов. Можно было приспособиться за месяц к новым отремонтированным кабинетам. А все возражения медперсонала на наши замечания звучат как обычные оправдания. По этой причине травпункт на Джамбульской не проходит проверку новостей ТВК. А я напомню, что от нашей проверки никто не уйдет. Юлия Мавшевич, Николай Чистяков, Виталий Суботин. Новости ТВК. Хоккеисты Красноярского Енисея вышли в полуфинал чемпионата России. В России появился специальный поисковик для православных. Это ночные новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Енисей в полуфинале. Сегодня закончился третий четверть финальный поединок чемпионата России по хоккею с мячом. На льду встречались хоккеисты Красноярского Енисея и Кемеровского Кузбасса. И нашим ребятам удалось уверенно одержать победу. Это значит, что в полуфинал проходят именно хоккеисты Красноярской команды. Теперь им предстоит встретиться с клубом «Сканевтянник». Первая игра состоится 7 марта. И концепция нового генерального плана предполагает создание так называемого «Единого зеленого комплекса». При строительстве нового микрорайона застройщик, по сути, должен закладывать в проект место под скверы, парки и зеленые зоны. И подобный проект будет реализован в скором времени в Октябрьском районе. Давайте посмотрим. С той стороны еще дома будут, согласно планировке. Здесь у нас будет бульвар такой зеленый в виде сада. Значит, чуть дальше у нас рядом планируется детский сад. Согласно утвержденному плану планировки, в Октябрьском районе в скором времени появится новый микрорайон. Со всей необходимой социальной инфраструктурой и своим общественным пространством. Так называемым «зеленым комплексом». Его дизайн-проект уже разработан. Сейчас ведется более детальная проработка. Основная ось парка вмещает в себя последовательное размещение нескольких зон. Первая зона – это размещение террасного парка на рельефе. Следующая зона, более плоскостная, включает в себя несколько спортивных площадок. Водоемы и природный рельеф территории будут сохранены и дополнены большим сквером. С площадками для активного и тихого отдыха, а также сетью освещенных прогулочных дорожек. Вот это ядро, как я сказал, и оно связано со всем районом, бульварами, вот то, что называется каркасом, зелеными зонами вокруг детских садов, школ и так далее. То есть это увязывается в один такой единый комплекс зеленый. Это та концепция, которую пытается сейчас реализовать городская архитектура в генплане всего города Красноярска. Сквер в микрорайоне Серебряный – это один из примеров реализации масштабной идеи озеленения города. Причем разработка данного проекта – инициатива застройщика ГСК «Красстрой». Жанна Герасименко, Денис Елисеев, Новости ТВК. Все, что сегодня обсуждали в сети интернет, вы можете увидеть в нашей традиционной рубрике «Блок-пост» на нашем сайте, которая сейчас есть там в видео. Ну а далее в выпуске небольшой блок полезной информации и погода на завтра. Спонсор прогноза погоды в городах нашего края – строительная группа «СМ-Сити» объявляет весенние цены на квартиры в жилых комплексах «Образцово» и «Параллели». «Блок-пост» И о погоде в Красноярске. Прогноз погоды в нашем городе представляет магазин «Шторы Аншлаг». Дарите близким радость. Приходите к нам за подарочными сертификатами. В Красноярске днём минус 6, ночью минус 12. Небольшой снег. Ветер западный 1,3 метра в секунду. Давление 744 миллиметра ртутного столба. Это были ночные новости ТВК. Спасибо, что эти полчаса провели вместе с нами. Всего доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова